Настя, у тебя еще один купальник пришел. Прикольно, они так быстро приходят и думали, что они будут 100 лет ждать. Просто три купальника за 10 дней. А завтра еще один, а потом еще один, а сколько вы всего заказали? Шесть. Прикольно. Еще бы все подошли, идеально было бы. Я вообще не понимаю, как так. Мне все доходит под 100 лет. Здесь за три дня, за шесть дней. Надо? Значит купаться уже ехать, потому что купальники пришли почти. Доброе утро, друзья. Я, как вы поняли, Настя, как всегда, счастливая, а я, как всегда, обычный. Вообще достала уже. Так нечестно. Мне бы хоть что-то пришло. У меня, блин, посылки уже два месяца не доходят. Два месяца пришло. А твои только заказали и все пришли уже. Ладно. До свидания. Карма. Иди собирайся на тренировку. Похудеть будешь. Сейчас я пойду на тренировочку. Сегодня и побегаю. И ножки-то с попкой покачаю. И все. А потом купальник заберу. Алида, Алида. Подожди. 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 Реально. Так, все, погнали в зал. Хватит сидеть же. Короче, еще пока не вышли, хотел сказать, не говорил, Настя только что только сказал. Я сегодня проснулся. Ты не заметила, что я еще рано проснулся сегодня очень? Да, еще меня, блин, не отпускал. Знаете, что он делает? Вот у меня будильник звонит, мне нужно вставать с утра прям рано. Ну что ли там работа, клиентки пришли. И Паша берет специально меня вот так вот, вот так вот все ноги меня так окутают и вот так вот держит прям сильно и не дает мне встать. Я вообще злая, не могу ворваться. Да, мне нравится так делать. Короче, и мне сегодня приснился сериал. Приснился, друзья. Я вам не вру, мне приснился сериал, в который, походу, я хочу, чтобы мы попробовали снять первую серию. Не знаю. Если это произойдет, напишите, как вы еще представляете себе Паша и Настя снимают сериал. Вообще. Куда? Я бы, в принципе, попробовал. Только тут на вложение, конечно. Но это еще актерские данные. Ну вот с этим тоже у нас проблемы. Короче, нет. На самом деле все получится. Просто мне реально приснился сериал. Классный, нет? Мне реально приснился сериал, в котором, получается, что-то происходит, что-то происходит. И потом, в итоге, прямо такое в конце, я прям нежданчик такой, я такой, о, нифига. И, короче, я проснулся в этот момент, обнял тебя и держал. Вот. Ну все, что связано, получается, именно с ними сериал, но мы уже вам расскажем позже. И, короче, мы получили еще одну посылочку с купальником. И так, открываем. Паша говорит, что он бабушкиного цвета, но ничего подобного. Вот трусики вот такие. Ну и сам верх вот такой вот. В общем, сейчас поверю. Ну и, как вы помните, покажу я потом в отдельном видео. Короче, мы наконец-то вышли. Ура! Да, Настя все жалуется, что? У меня болит попа. Только с по-другому говорю. И ножки. Пройдемся мы сейчас в магазинчик, посмотрим, какие-нибудь шмоточки по обычным сетевым. Всякие полумбиры, биржки. Что будет, что будет, да? Да, и купим продукты. Едет. Сколько? Эти такие же купальники на Алиэкспресс точно еще видела. Да? Ребята, купайте купальники на Алиэкспресс. Они ничем не хуже. Я вам гарантирую, потому что я уже не знаю. Скоро я уже выложусь. Да. Уже три или четыре купальника пришло. Три. Два. Три. 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 Писево падает в юбке, я знаю. Как вы относитесь к этому? Вот как вы относитесь к тому, что ваши женщины находят в юбке? Не знаю, почему это меня раздражает. Мне вообще не нравится в принципе ни одна юбка, как она выглядит. Вот я не знаю, вот вообще. Чтобы юбка выглядела красиво, это вообще чудо должно произойти. Только какие-нибудь длинные юбки, знаешь, может быть. Проджу можешь носить. Вот вы взяли, да. Так, друзья, у нас новый проект. Называется «Мамка подмастила». Что? Мамка подмутила? Подмутила. Неправильно. Вообще. Короче, у меня мамка чуть-чуть жира удала. Вот, мамулька, давай, хватит сладко есть. Вот. И отдала нам все вещи, которые были у нее, так сказать, по молодости. Поехали. Сегодня для вас Настя, в вещах моей мамы, показ мод. Первая кофточка. Или что это? Кофточка. Кофточка-футболочка. Ну-ка повертись. А надо очень принять, что вынесли что-нибудь, вынесли. И такая... Ну, кстати, ничего, такая кофточка вроде, да? Да, нормально. Она загорит еще, мне кажется. Ага. Давай, давай. Детки, сюда! Слухая маечка. Нифига очень мало худенькая. Да? Была. Да. Спортивная штуна. Ё-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. тыка это васечка ну что там показ мод продолжаем а ты зачем его взяла но я бы не сказал что она конечно стрёмно мы уже пришли домой и сейчас покажу что мы купили мы купили вот столько много я же говорил что паша ящик король дальше мы куплю такие хлебцы купили масло купили помидор и принципе все мы больше ничего не покупали сейчас я хочу вам показать таки буду делать салат так как мы будем сейчас ужинать салатом это будет салат с курицей он будет похож на цезарь чем-то но будет заправка не для цезаря беру филе куриное беру вот салат помидор так я беру сыр мне нужен будет в конце помидорку огурчик яички у меня будет а два яичка листья салат лучше конечно использовать айсберг но я взяла такое и я буду использовать мясо еще вот это вот замечательную просто суперскую заправку у меня ее вообще очень мало осталось и это очень очень грустно и лук акцентом в этом салате это лук который я нарезаю и мариную в уксусе сейчас покажу так смотрите беру обычный лук лучше конечно брать красный нет не было красного за обычный порезала его так вот довольно таки крупно и беру вот около туксус 9 процентный столовый все остальное прежу филе и буду его обжаривать курицу я уже порезала вот примерно такие вот кусочки добавила туда соль и вот такую приправу с паприкой чтобы она была вкуснее я уже так довольно таки крупно порезала помидорку порезала огурец сейчас буду резать листья салата и в принципе все буду дальше делать курочку курочка у нас делается яички почти накипели в принципе готовка готовочка идет ходом так сыр уже я натерла раз и перемешаем добавим лук и перед подачей еще добавим такие вот яички вот такой салатик у нас получился сейчас пашка будет кушать его и радоваться мы еще эти кстати расскажет хлеб я уже говорил что мы купили вот эти но мы еще сегодня купили вот такие видимо есть по утрам не знаю как сладкая они карамельные мы еще или клюквенные и не очень вкусные они как паффкорн вообще вот прямо в зале можете просто перед просмотром фильма набрать таких есть эти просто будут сейчас вообще они так пахнут они вообще не вкусные ну и нормально в припуску пострелю так что фильмчик калматозники идея была прикольная но там потом это пошло такое немножечко мистичные и страшное что-то короче изначально было интересно в раму идея интересного фильма но потом это все перебросло мне кажется больше страшилку хотя они могли сделать немножко по-другому но все равно если кто любит страшилки это не прям страшилка-страшилка ну короче если кто не боится страшил и одновременно любят какие-то интересные вещи такие всякие интересные вещи вот это ваш вариант это моя вина просто сейчас на что-то позитивное посмотреть после этого фильм потому что спать ложимся ладно все давайте до завтра спокойно и сядем его что завтра будет лучше пока что сходишь со мной в туалете